Меня зовут Сергей Бермас, я пастор церкви Иоаннских Христиан Святой Троицы. Моя фамилия не украинская, она немецкая, она связана с немцами, хотя один немец сказал, она какая-то еврейская немецкая, ты там не сильно радуйся. Хорошо, наш предмет называется, у вас в расписании называется гомелетика. Я так назвал это введение в теорию и практику проповеди, хотя мне само это название не очень нравится. Я бы назвал этот предмет, учимся читать, понимать и рассказывать библейскую историю. Но обычно я так называю предмет по герменевтике. Герменевтика это наука о интерпретации, то есть это философия и методология интерпретации текстов библейских. Когда-то я читал лекции в Краснодарском, в Христианском, в Моевском университете, и мне предложили почитать лекции по гомелетике. Я говорю, нет, я не умею читать гомелетику, если хотите, я буду читать вам герменевтику, потому что начало проповеди есть чтение истолкование писания. Поэтому для меня важно не как говорит проповедник, а что он говорит. Конечно, в гомелетике или в проповеди также важно и как говорит проповедник, но для меня все-таки существенно, что он говорит. Потому что проповедник отличается от оратора хорошего или от спикера. Потому что спикер, оратор может ему любую тему дать, он ее может красиво подать, рассказать. Проповедник отличается от просто оратора или спикера тем, что он проповедует Слово Божие. И здесь вот такая вот двойная нагрузка, двойная ответственность, да, знать это слово и уметь его преподнести. Я пастор, я проповедник, я почти каждое воскресенье проповедую, но это не означает, что я, во-первых, я не хороший спикер, я не лучший спикер. И еще тяжелее преподавать проповедь, потому что кто-то из вас водит машину. Можно уметь хорошо водить машину, но можно не быть успешным в преподавании, да, то есть как научить машину, ну что, если, я помню, как меня папа учил, та что у тебя руки не там, та не туда, то есть, и вот эта вот вся учеба, я понял, что лучше закончить автошколу. Вот, понимаете, потому что так же стало можно, то есть мы многие вещи, мы говорим сами по-русски, но многие из нас могут быть учителями русского языка. То есть масса-масса вещей, да, кто-то может хорошо готовить, но это не значит, что вы можете хорошо преподать курс, как готовить еду. Понимаете, да, то, что мы делаем хорошо, не всегда означает, что мы можем этому научить. Научить, ну, опять же, что значит научить? Учеба бывает разная, да, научить можно человека, вот как вот подмастерье, он становится рядом с мастером и учится у него в деле, да, поэтому иногда нужно, мы отличаем, что значит учить и преподавать. Вот в данном случае это контекст преподавания, да, потому что учить, контекст обучения, он гораздо шире. Потому что, может быть, молодые проповедники в моей церкви, они учатся, у меня есть маленькая такая группа занятия, школа по проповеди, но они больше учатся, когда слушают меня. Мало ли, что я им расскажу, я могу сказать, перечитать блестящие книги, так ведь? Рассказать очень интересно, но когда я выхожу на кафедру и проповедую, вот они где и учатся. Поэтому мы отличаем обучение от преподавания, тоже, поэтому я не так буду успешен в преподавании гамилетики. Более того, у меня еще есть такая, ну, я не знаю, чем занимаетесь вы, да, то есть кто, как вы будете ли вы практиковать проповедь, да, или вы готовитесь, или вы уже практикуете проповедь. Поэтому мы начнем, как бы это ни было, мы начнем. Первое, что нас интересует и в ваших конспектах, это сегодня мы поговорим о таких вот четырех, у нас будет четыре урока, и четыре темы, да, Библия и проповедь, церковь и проповедь, или община и проповедь, теология и проповедь, и проповедники проповедь. То есть это наш день сегодня, завтра мы уже перейдем непосредственно, что такое проповедь, ее определение, классификации, какие они есть и так далее, и так далее. Можете посмотреть вот на этот рисуночек. Что в нем необычного? Некоторые уже видели подвох, да? Занятили? Хорошо, обратите внимание на лестницу. Она образует пространство, да, то есть она организует здесь пространство, или ощущение пространства, да? И какое ощущение пространства она организует? Какое-то, ну, что оно, ну, во-первых, движение, да, восхождение, что какое-то движение есть в пространстве. Но плита или эта плоскость показывает, что никакого движения нет. Этот рисунок из серии так называемых невозможных рисунков. Вы можете зайти в интернет и посмотреть их масса, большое количество. Это хорошая иллюстрация к тому, чем может быть или чем не должна быть проповедь. То есть здесь создается иллюзия, что с одного этажа мы переходим, с одной точки мы достигаем другой. Или с нижнего уровня мы поднимаемся наверх. На самом деле никакого подъема нет. Так может быть построена речь или проповедь. Создается иллюзия, что говорящий ведет нас с точки А в точку Б или, скажем, с первого этажа на третий. На самом деле это просто какая-то такая словесная конструкция, которая просто прозвучала минут 20-30 что-то, а движения не было никуда. Понимаете? Ну такая вот иллюстрация. Итак, первая Библия и проповедь. Саму проповедь мы уже встречаем в библейском повествовании. И часто учебники или книги по проповеди, вот я к вам принес сегодня классику жанра, как говорится, на русском языке. Например, очень хорошая, которая уже заслужила доверие многих поколений студентов, служителей. Эдден Робинсон, библейская проповедь. Это уже, знаете, такое как, ну, выдержанная временем книга. Есть очень множество модификаций, да, то есть или книг написаны на эту тему, но это вот остается как бы классикой. И очень хорошо, что она есть на русском языке. Она есть также на русском языке в нескольких переизданиях. Очень практичная книга, которая тоже давно вышла, может быть, такая немножко скучнее, чем вот эта. Как подготовить библейскую проповедь? Джеймс Брага и Джон Стот. Такая книга «Я верю в проповедь». И проповедь – это одна из таких дискуссионных тем сегодня, хотя мы привыкли, да, в церковь, это проповедь. На самом деле очень много дискуссий с проповедью. Прежде чем мы перейдем к современной проблеме, да, или проблематике, что есть проповедь, какие проблемы она возникает сегодня, как говорят, в постмодернистском мире, в мире перенасыщенном информацией, уже говорят, что мы живем не в информационный период, а в постинформационный период, я, правда, даже не знаю, что это такое. Но, в общем, перезагружены мы всем, и как в этом контексте понять еще один поток информации, который мы называем проповедь? Проповедь мы встречаем еще в Библии. В Ветхом Завете основные проповедники были кто? Пророки, да, то есть они выступали с проповедью, да, и для пророков Слово Божие, то есть они понимали, что они возвещают Слово Божие. Для пророков само Слово, оно имело такое, ну, чуть ли не материальное свойство, да, то есть оно входило в этот мир, оно не просто говорилось, да, оно входило в этот мир и что-то производилось. Вспомните, ну, самого такого великого пророка, пророка Исаию, да, 55-я глава, где он говорит, что оно подобно... Давайте откроем 55-я глава пророка Исаии. Что оно не возвращается тщетным, да, то есть оно исполняет, да, то есть оно действенно. Некоторые псалмы, псалм 32-й, псалм 106-й, псалм 147-м, также развивается эта концепция, что Слово Божие, да, это что-то действенное, это не просто информация, и может быть, так как вы уже изучаете еврит, и вы мне в этом деле подскажете, само слово Дабар, оно имеет несколько значений, это и слово, это и дело, иногда и вещь, то есть поэтому это что-то уникальное, да, то есть еврейское слово Дабар, оно имеет несколько значений, это не просто передача информации, это само действие, поэтому и откровение, концепция откровения или богословие откровения в Библии, это не просто передача откровения, это и дела Бога, это и дела Божьи тоже являются его откровением, вот чем отличается библейская концепция откровения, да, вот, скажем, ну, каких-то других, это не просто какая-то информация с небес, это действие Бога в истории, то есть его поступки, исход является откровением Бога, и так далее, и так далее. В Новом Завете какие у нас проповедники? Апостолы, да? Идите, научите. Апостолы идут и проповедуют. Сам Иисус является интересным образцом проповеди. Даже есть книги, посвященные проповеди, которые показывают манеру, как учил, как проповедовал Иисус. В Новом Завете мы встречаем очень много образцов проповеди. Например, Иисус стал и учил, рассказывал, или притчи, или там еще какие-то моменты. Апостолы. Апостол Петр в день Пятидесятницы встает и провозглашает что-то. И видим серию проповедей в книге Деяния Апостола. Даже видим образец проповеди апостола Павла в Ариапаге. Помните, когда он был в Афинах, он стал, произнес речь. Тот мир был мир речей. Античность подарила нам разработанную систему риторики. Как произнести речь? Как эту речь сказать так, чтобы она была убедительной? Вспомните реческие полисы или, например, контекст, когда идет суд. И нужно было выступить с речью. Была речь обвинительная, была речь защитника. И нужно было убедить сенат. Поэтому искусство говорить, риторика очень древняя. Искусство, потому что человек, это человек речи. Мы с вами люди, которых говорим, убеждаем. Интересно идет спор. Сейчас мы будем говорить дальше, что такое объяснительная ли библейская проповедь. И у меня всегда есть вопрос. А вот интересно, у апостола Петра, у него как бы библейская проповедь. Он реинтерпретирует библейскую предшествующую историю. А вот интересно, Павел в Ариапаге, в Афинах, его проповедь библейская, хотя он не сослался ни на один текст. Окей, это просто вопрос. Идем дальше. Иногда в книгах по гомилетике рассматриваются не только образцы проповедей в Библии, а также рассматриваются некоторые слова, которые мы переводим или говорим, или понимаем сейчас по проповедю. Их свыше около 33 глаголов, но основные такие глаголы, как греческие, это провозглашать как геральды, которые приходили от имени царя, возвещали что-то, это последний указ или какое-то последнее повеление. Другой глагол это евангелизистай, это возглашать добрую, радостную весть, то, что мы называем Евангелие, или благовестовать, евангелизировать. Мартюрейн, отсюда вот мартюриус, или свидетельство, то есть быть свидетельным. Другой глагол, дидаскейн, отсюда дидаскалос, или дидактика, учить. Профетенейн, это пророчествовать. И паракалейн, увещевать, уговаривать, убеждать. На самом деле, Новый Завет не сильно разграничивает, все это сводит в одну идею проповедовать. Интересно, один ученый, известный новозаветник XX века Чарльз Дотт, он в своей книге «Апостольская проповедь» разграничил, что во времена апостолов было два вида возвещения или проповеди. Была керигма, то есть само проповедование, и было дидахе, то есть обучение. И это определило на многие десятилетия понимание проповеди. Отсюда есть проповедь, которая призывает поверить, уверовать в Иисуса Христа, такая благовестническая, или просто проповедь, которая говорится с кафедры, и есть обучение, то, которое происходит в контексте класса, лекции. И Новый Завет, наверное, не делает таких вот разграничений. Это уже будут наши какие-то представления, наши понимания. Хотя в будущем, конечно, мы поговорим, чем отличается проповедование от обучения. И что уместнее в церкви проповедовать или обучать. Но это будет чуть попозже. И чтобы проповедь была библейской, Библия должна определять и организовывать содержание проповеди. Другой очень интересный момент – это Библия как проповедь. Ведь мы не просто проповедуем из Библии. Сама Библия является проповедью, является Божьим Словом. И здесь наше понимание Библии, библейских текстов. Какова природа библейских текстов? У меня вопрос возник, когда я готовился к лекциям по германевтике. И я вот думал, действительно, что мы проповедуем? Библейские тексты? То есть я взял какой-то библейский текст, осознал его, понял, о чем он, и нашел какое-то применение к жизни. Или сама Библия есть одной большой проповедью? И хотя вот Евангелие от Иоанна начинается с такой фразы «Вначале было слово», а для проповедников у них есть такая фраза «Вначале был текст», то у меня есть другая фраза «Вначале была история». То есть Библия – одна большая история, и Библия – одна большая проповедь, о которой мы чуть-чуть позже поговорим. У меня есть свой подход к проповедованию Библии. Отсюда нужно понимать функцию библейских текстов. Какова их функция изначально? Почему они собраны в канон? Потому что канон определяет и богословие собранных текстов, и их функцию, то есть их риторику. Канон уже есть герменевтическая или истолковательная, да, ну, как бы истолковательная перспектива, как эти, почему эти книги собраны, почему они под каким-то таким углом рассматриваются, и что они хотят говорить. Поэтому очень важно понять функцию библейских текстов. Но мы говорим о тексте, мы настолько привыкли к книге, что забываем, что прежде чем появилась книга, то есть книги написаны, да и, в принципе, когда книги-то появились, кто помнит? Ну, не в смысле, что вы жили в те времена, друг, вот я помню, в третьем веке книжки появились. Именно как книга, которую мы понимаем, вот обложка, вот такая вот. Гутенберг печатал, а вот сама книга появилась от кодексов, да, когда теляч, этот пергамент сшивали, а до этого были вот свитки. Но каждый, но мы в христиане 20 века настолько привыкли, ну, уже 21, что почти в каждом христианском доме у нас есть Библия, напечатанная, с картами, с симфонией, там, чуть ли не, а еще и не одна, а сейчас другие носители информации, здесь у меня около сотни переводов Библии, и кто пользуется программой BibleWorks, он знает, там, какие хочешь переводы, греческий иврит, там любой перевод тебе сейчас, программа выдаст, все, все есть в компьютере. Мы забываем одно, что в те времена, если была какая-то Библия, например, даже в эпоху допечатанного станка, она была в каком-то храме, там, в каком-то приходе, а еще дальше возьмем, во времена Иисуса, в каждой ли, не знаю, в каждой ли синагогике были рукописные книги, но каждая ли семья имела? Нет. Переписывать книги – это дело дорогое, кто обучился грамотой в те времена, хорошо зарабатывал, как минимум он мог переписывать книги. Значит, где была Библия? Она была здесь. Была богатая устная традиция. Прежде чем традиция кодифицировалась, зафиксировалась письменно, потом кодифицировалась, она хранилась в общине веры, она хранилась в памяти. Значит, и это проблема новозаветных исследований, если вы изучали Новый Завет уже, не изучали? Евангелие – это проблема синоптиков. Ну, будете изучать. Мы мыслим уже мозгами Гутенбергского периода, печатными книгами. Люди жили в античности с хорошей памятью, они помнили все эти. Поэтому нужно понимать и устную природу Божьего Слова, то есть как устная традиция, как то, что хранилось. Многие рассказы или повествования, или притчи о Иисусе хранились в общинах, в галерейских общинах, в иудейских общинах и потом дальше. То есть они передавались, прежде чем были составлены Евангелие, как рассказы обширные. Потом уже появилась письменная фиксация и затем канонизация текстов. То есть очень важно знать, прежде чем мы говорим, что я хочу проведать Библию, нужно выяснить такие моменты, как природа библейских текстов, функция библейских текстов, устная традиция, письменная фиксация и канонизация. Почему же эти книги были собраны и канонизированы? Ну, может, это проблема не для нас сейчас, но тем не менее это очень важно. Затем третий момент – проповедь самой Библии. И у нас тут есть немножко проблема. Какая проблема? Что мы видим, у меня есть любимая книга, она так называется, древний текст и современный читатель. То есть как? Ведь все-таки Библия, она отображает очень древние времена, очень древнюю культуру. И у нас между этими мирами, то есть как бы вот нужно проложить мост. Ведь очень много, ну, например, библейские книги, Ветхий, Новый Завет, они оперируют очень часто такой аграрной, сельскохозяйственной, да, вот, ну, культурой. Очень много образов. Ну, немножко там в каких-то городах, там, и то вот, а мы живем, скажем, в такой уже урбанизированной культуре, да. Вот просто маленький пример. Вот помните, Иисусу сказали, Иван говорит Луки, что его ищет Иродонтипа. А он говорит, помните, скажите, пойдите, скажите, это и лисицы, что я там то-то, то-то, то-то. Интересно, он сравнивает Иродонтипу с лисицей. Вот что это значит? Что мне, как вот жителю Одессы 21 века, да, горожане, я в лесу, в зоопарке только видел. Что это значит сравнить Ирода с лисицей? Что он хочет, это образ, да? Хитрость, что он хитрый. А где мы взяли с вами образ хитрые лисы? Каких сказках? По-национальному, народные. А где эти сказки были? В какой местности, в какой культуре? В славянской. В славянской. Может быть, в Европе так, в Америке. Я не изучал европейский фольклор, но, а у меня другой вопрос. Но мы же изучаем с вами текст, который был в ближневосточной культуре, в палестинской культуре. А что там означает? Что она там, лиса, символизирует? Я не знаю, что это так радикально меняет понимание Библии, но давайте подумаем, где мы еще встречаем в Библии упоминание о лисах? Что он там? Ну, связано. Прикол, да, прикол. Я тоже в детстве. Дальше, где мы еще встречаем лис? Разоряют виноградники. Значит, что здесь происходит? Какая-то, ну, опа. Мы сейчас еще никаких выводов не делаем. Мы встречаем более этого. Мы знаем, что русское слово лиса, да, то есть два слова, два животных переводится в Библии как-то лиса. Это шакалы и лиса. Дальше идем. Хорошо, ну, это в Ветхом Завете. Интересно, как было во времена Иисуса Христа? Кем была лиса? Кому она? Если вы почитаете, вы изучаете, ну, равенскую традицию, да, особенно обратите внимание, притчи. Вы видите, что иногда действующим лицом многих притчей равенов есть лиса. Вот что она там символизирует, тоже интересно. Знаете, масса выводов. Вот, пожалуйста, маленький пример. Какой мост между... и много образов. А многие образы имеют богословскую нагрузку, особенно Иван Гетоианна. Понимаете? Или, например, там, как это, вышел сеять, сколько я слушал, проповеди семинаров, что мы должны обрабатывать почву. Когда там все... Адам Неван просто вышел, посеял себе. Речь идет не о том, что мы должны там камни долбать или там засевать. Там все другая идея. Потому что из других, ну, контекстов взято. Кстати, лиса часто противопоставлялась льву. Львов, лев по-настоящему есть, ну, царь, да, хищник. А лиса такой мелкий, жуликоватый хищник. И вот просто кто такой этот иродный тип? Он просто тетрарх после смерти ирода великого, ну, после ирода, то есть ему дали там кусочек какой-то там три деревни, и он уже себе там великий царь. Понимаете, да? Значит, у нас есть проблема в Библии. Это проблема исследования. Нужно положить мост. Мост между мирами. Мост между культурами. Ну, какие-то культуры мы можем сохранять. То есть это большая проблема. То есть он как, ну, не огромный, но тем не менее. Я не думаю, что это радикально поменяло ваши взгляды на этот текст, да, но тем не менее. Тем не менее. Здесь еще следующий вопрос возникает. Библия и нужды людей. Я не знаю, как у вас, ну, это развито, но вот многие церкви, они сейчас просто очень так любят группы по изучению Библии, библейские группы, и я очень много был вовлечен в такие группы, и сам проводил, провожу, и есть даже такие, что вот нет, если церковь не подделана на малые группы, особенно когда изучают Библию, это просто все, это уже не церковь. Ну, окей, и там всегда есть проблема, да, есть моя нужда. Вот как вот там мы читаем, вот Самсон привязал там двух листов, ну, а я сижу, у меня проблема, там семья на грани развода, там еще нету работы. Ну, как это вот все эти вещи будут связаны со мной? И как вот действительно сделать баланс между нуждой человека, да, и Библией? То есть если мы какой-то один из элементов удалим, например, скажем, ну, Библия это классно, но у нас есть нужды, давайте о них поговорим. Ну, мы будем сползать, возвращаться в такие психотерапевтические группы, да, то есть по поддержке. Если мы нет, наши нужды, это неважно, нам нужно Божье слово, нужно изучать, и мы так бурим, 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 где-то ушли там в шахты уже в глубины библейских текстов, но это просто, ну, мы же с вами не институт библейских студий, да. То есть как выдержать баланс? То есть как принести Библию? Вот я выхожу проповедник, да, я пастор, я выхожу в церковь, я смотрю в глаза церкви и знаю, что очень многие люди, 99% и 999 тысячных, они не думают там про амалекитян, там, или богословие завета, или еще каких-то таких проблемах, там, нюансах текста. У них очень серьезные, очень важные вопросы жизни. Тем более сейчас, да. Ну, мы живем, слава Богу, не в самые тяжелые времена, но тем не менее. У меня в церкви, мы начинали как молодежная такая, студенческая церковь. Сейчас многие ребята встретились с взрослой жизнью. Надо работать, надо зарабатывать деньги, нужно воспитывать детей, которые вот недавно родились. Проблемы в семье, то есть в семье встретились, и понимаете, то есть большая ответственность, как принести живое, то есть Библию, не просто как текст, древний текст, а как живое, действенное слово сейчас. Так, чтобы чувствовалось, да, это слово Божие, оно изменило меня. Но так, чтобы это не просто, я так взял текст, и как-то вот каким-то свет, такой, знаете, вот луч солнца упал, как-то отразился, я видел какую-то невероятную комбинацию или значение этого текста и выдал. То есть будет это органично для этого текста, да. То ли хотел сказать Бог когда-то, во-первых, первым читателям или слушателям, да, потому что мы их игнорируем, мы говорим, но это не важно, то есть что Бог говорит сейчас мне. В этом есть такой эгоизм, каждого поколения, которые считают, что в первую очередь это слово сказано мне. В первую очередь оно было сказано когда-то. Исаии, Израилю, Павлом, скажем, церковь, Галатам. То есть в первую очередь, если нам не понять это в первую очередь, то будет очень сложно. Ну да, я понимаю, там как-то сверхъестественно, Бог как-то, ну Бог может и через пение птиц сказать сверхъестественно. Как принести Библию, чтобы она проповедовала сейчас из тех древних времен, есть ли какой-то мост, и есть базовые вещи, которые нас соединяют с тем миром. Это все тот же Бог, Он не поменялся. Это все те же люди, которые грешники, как тогда, так и сейчас. Ну и законы не поменялись, как тогда вода закипала при 100 градусов, будьте уверены, так и сейчас. Может что-то поменялось там, я не знаю. И диарея была тоже по той же причине. И насморк. И чаще всего люди исцелялись и лечились тогда тоже, как и сейчас. Потому что у нас создается иллюзия, что открываешь Библию, это был мир чудес. То есть человек заболел, хопа, и Бог исцелил. У нас такая есть иллюзия. И как вот не превратить Библию в книгу сказок, но чтобы она оставалась сказочно потрясающей книгой о Боге. Понимаете? И эта проблема, может быть, меньше всего касается ученых и исследователей Библии. Я был в мае в Донецком-Сианском универе и читал там лекции, и я вдруг осознал, что говорят, вот, я не занимаюсь сейчас богословием. К счастью уже. Я больше занимаюсь церковью, но это еще страшнее. Ну, что такое богослов? Богослов себе написал статью, там его коллеги прочитали, там, кто согласился классно, кто не согласился, еще пять статей написал. И забыли. А мне люди верят. А мне люди верят. Понимаете, в чем ответственность? И если так перефразировать апостола Якова, что не всякий делайся учителем, то можно сказать, знаете почему? А вдруг тебе поверят. И буду так жить. А вдруг ты был неправ. К счастью, благодать Божия в том, что мы понимаем, что мы несовершенные люди. Я несовершенный человек, так же, как и несовершенный учитель, но нам нужна большая степень смирения перед тем, как мы приступаем к слову, особенно если мы пытаемся это слово провозглашать, учить и проповедовать. Понимаете, да? Нас, в первую очередь, прежде чем мы говорим о проповеди, мы говорим не о искусстве, ораторство, риторике. Потому что помните, апостол Павел с чего начал свою риторику в первом послании к Коринфянам? Что моя речь или моя проповедь была что? Не в убедительных словах, не в подходящих аргументах, не в сногсшибательных иллюстрациях и без пауэрпоинта не было группы поддержки и прославления. Это не была искусная речь в плане античной риторики. В центре этой проповеди был распятый Христос. И это безумие. Это скандал. Об этом споткнулись иудеи, над этим смеются эллины. Вот с чего начинается христианская проповедь, библейская проповедь. Конечно же, лучше и хорошо, когда она, и это тоже ответственность проповедника, когда она доносится соответственно. То есть, как она говорится. Мы будем немножко говорить о том, что и как. Хорошо? Так, мне еще не показывают пять минут. Когда мы говорим о том, что проповедь Библии, то, конечно, в первую очередь, не знаю, вы проходите курсы, но я проповедую или то, в чем сам обучался. То есть, это какое у нас библейское богословие. То есть, богословие, которое выходит из Библии. Мы немножко поговорим дальше, когда будем говорить о богословии Библии, и проповеди. Поэтому очень... Вот я вас познакомлю с... Ну, такой мой подход литературно-богословская интерпретация Библии или повествовательно-богословское проповедование Библии. Хорошо? Так, это у нас уже переменка или нет? Еще немножко о жизни древнего текста современной жизни. Это проблема канона в каноне. То есть, у вас всех есть дома Библии, да? И у каждого верующего, ну, кто читает Библию, можно увидеть вот по Библии, да? То есть, ну, понятно, мне не хочется увидеть такие банальные вещи, насколько она читаема, да? То есть, если она такая, знаете, как в первозданном, только из-под печатного станка вышла, еще страницы там, ну, это понятно. Можно, если... Я говорю о тех, кто читает, да? Вот можно посмотреть, где вот... какие части Библии затертые, а какие нет. Ну, я думаю, мало ли кто там зачитывается пророком из Икиилем там, или Иеремией там, ну, или Исаией, и вообще пророками, да? Есть такие, да? Ну, отлично. Или там второе, третье царство, там, ну... Я не любил истории. Я когда вот помню мои первые опыты с чтением Библии, то есть, ну, я понял эти... Ну, Самсон, все, Давид, нормально читаешь, там, Евангелие там, раз, одно, другое, третье. Ну, хорошо, ну, нормально, понял. Книга «Деяния апостолов» читаешь, читаешь, какой смысл к ним обратно возвращаться? Я любил, конечно же, апостолы Павла. Поэтому моя первая семинария была первая специализация, это систематическое богословие. Богословие, которое оперирует концепциями, идеями, да? Оно мне нравилось. Я не понимал, каждый раз выходит там проповедник и рассказывает о какой-то притче. Ну, понятно, ну, посеял там, да, там, почвы там, ну, уже кто не знает. Ну, поехали апостолы туда, ну, там, побили там Павла камнями, ну, спустили его там на веревочке, там, ведерочке. Ну, ну, ну и что? То есть, это неинтересно. То есть, гораздо вот, ну, интереснее, это вот, ну, как бы, знаете, такие вот стратосферы мыслей. Потом уже в другой семинарии мне привил один профессор любовь и к Ветхому Завету, и к повествованиям. И некоторые книги по повествованию я для себя открыл потрясающие вещи. Но у нас, у каждого, есть какой-то свой канон в каноне. Даже есть, ну, какие книги чаще всего вы, или больше всего любите читать библейские? А первое слово дороже второго. Псалмы. Кстати, псалмы, это очень потрясающе. Я, когда писал диплом, ну, в первом семинаре писал, сравнивал богословие, православное богословие, теозис, обожжение, да, и с протестантским богословием, доктриной освящения, я в это время для духовной жизни читал псалмы. И мне так эта книга понравилась, я там столько делал заметки, я начал рассказывать жене, я говорю, как ты вот думаешь, вот что ты думаешь по этому поводу? Она говорит, ну, я думаю, что ты очень, ты неправильную тему для диплома выбрал. Тебе нужно было писать лучше об этом. И так и получилось. Ну, я человек такой, я экстраверт, я очень быстро загораюсь чем-то и потом тут же быстро этим и остываю. Одна из моих проблем. Мы будем говорить о личности проповедника, что нужно принять себя такими, какими есть, потому что личность проповедника очень важна в проповеди. Какие еще вы любите книги? Вот особые книги у вас, что вот, притчи, да? Какие? Откровения. Ну, это мощно. Первое послание или Евангелие? Да, смотрите, когда у нас есть какие-то личные, да, там, ну, предпочтения, это еще не так, ну, нормально, это естественно, потому что я думаю, в этом и богатство Библии, что оно, во-первых, не написано каким-то однотипным языком, да, это не трактат по схоластическому богословию, да, где все там в одном стиле, или почитайте трактаты Пьера Абеляра, там, Кентерберийского, там, Ансельма, там, тут же просто одна логика, они богословят, то есть это учебники по логике. Тут же просто, ну, невероятное количество или вариация жанров, мы будем говорить о жанровой герменевтике или о жанровой проповеди, да, то есть что просто от поэзии до прозы, повествования, до богословских трактатов, какие-то, ну, просто вещи, это для нас естественно, это нормально, что у нас у каждого есть свои предпочтения, но представьте себе, когда церковь или ее учения основываются просто на каком-то своем каноне, каноне, и вот есть такие примеры, отсюда выстраиваются целые деноминации, или там конфессии, или какие-то делятся богословы, что какой-то определенный текст становится фундаментальным или базовым, да, а это просто посмотрели, я думаю, вопрос, понимаете, и тогда проблема, или у проповедника, ну, хорошо, если там в церкви есть такие церкви, где несколько проповедников, а бывает еще несколько проповедей, то это еще так, оно вместе дает такой салат, ну, красивый, да, вкусный, но если это один пастор, который постоянно учит, и у него есть просто любимая книга, любимые тексты, и вот он постоянно говорит, значит, есть еще какая опасность? Однобокость, однобокость, вот это вот и есть одна из проблем, поэтому Библия как проповедь должна осознаться, вот в первую очередь проповедниками, да, что Библия сама проповедь, бывает тексты очень сложные, действительно, вот иногда вот не всегда уместные, да, но тем не менее, мы должны основываться, основывать свою проповедь на целостном библейском богословии, на полной картине Библии, и тут, конечно, у нас больше всего дискуссии, то есть если вы откроете книги по богословию, особенно библейскому богословию, вы увидите, что такого понятия, как библейское богословие, в науке библейской не существует, есть как бы библейские богословия, библейских богословов, так же, как есть библейские проповеди библейских учителей или проповедников, понимаете, значит, мы вторгаемся в эти тексты, мы в них вторгаемся, мы приходим туда со своим миром, мы там копошимся, что-то выносим и рассказываем миру, но все-таки, как бы это вот прекратить или ограничить, и выйти на просторы, ну, я не говорю, чисто библейское, это опять же, ну, в тех возможных пределах, вот, постараюсь в этом, может быть, курсе, хотя на мне не лежит миссия вас учить библейскому богословию, но это очень связано, то есть, я не учу искусству, а ораторству, то есть, я даже и небольшой оратор, я могу, вот видите, я могу заикнуться, могу, моя мысль может пойти, опередить другую, то есть, и я так же само слушаю других. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,